Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру растений против зомби и у нас новая рубрика мини-игра. Мы заходим в первую миссию, это зомботаник. Посмотрим, что тут. Тут у нас зомби немножко необычного вида, мягко говоря. У них голова это горох, есть даже и орех. То есть смесь растений и зомби. Ну в общем они нам будут противостоять. Мы сейчас подбираем вооружение на уровень. Не знаю, что конкретно такое полезное взять против них. Ну допустим возьмем сейчас подсолнух, потом бомба картофель, острый перец. Что еще можем взять? Давайте возьмем звезду, кабачок, тройной горох, хотя насчет него я не уверен. Также будет весьма полезно. Это у нас такая связка кофейное зерно и грибум. Грибум у нас появился в ночное время. Для того, чтобы его пробудить, надо кофейное зерно. Но я думаю, что вот этот список будет его достаточно. Хотя вот вместо еще острого перца возьмем галлюциногенный гриб. Ну вроде бы так все взяли, можно начинать. Посмотрим. Высаживаем подсолнух. Причем надо это делать очень быстро, так как растение нам понадобится срочно. Зомби уже сейчас будут подходить постепенно. Бомба картофель какое-то время их будет сдерживать, но уже там будет видно. У нас есть также кабачок из одноразовых растений. И уже к нам идет такое, ну как растение зомби что ли, вот так называть. Ну по привычке будем называть зомби. Он стреляет, но до бомбы картофеля вообще не достает. У нас бомба картофель. Такая очень маленькая по габаритам вооружение. И соответственно ничего вот этот вот зомби сделать не может. Ну а нашим традиционным растениям, конечно же, он может причинить вред. То, что уже и делает. То же самое, кстати, касается и звезда. Тоже очень низко. Возможно зомби до нее не дострелим. А мы сейчас ставим кабачок, который его с одного раза поглощает. Мы уже сейчас практически досадили два ряда подсолнуха. Хотя вот с такими вот событиями, с такими зомби будем садить очень долго. То есть постоянно, на протяжении всего уровня. Это, конечно же, не очень-то и удобно. Но что делать? Вообще я тут немножко ошибся. Мягко говоря, немножко. А на самом деле очень сильно ошибся. Не взял орех. Мы даже могли бы обойтись обычным орехом за 50 монет. Невысоким. Потому что высокий час стоит подороже. И как раз вот маленький был бы в самый раз. Но я его не взял. Уже ладно, будем проходить так, как есть. Думаю, что как-то отобьемся. Хотя это еще даже не половина уровня. Самое интересное еще впереди. Постепенно подтягиваются все больше этих вот зомби. Непонятно. Каких-то радиоактивных. Такого вот форме растения-зомби. Причудливых. И, кстати, вот эта вот миссия, возможно, появится во второй части игры. Ну, не знаю, но еще и второй части. В общем, какие-то последующие части растения против зомби будут, скорее всего, что с вот этими вот зомби-растениями. Зомботаник. Можно сказать так, что вот это как название миссии и характеризуют вот этих вот зомби. Вообще, очень много было взято с первой части. Все растения практически перекочевали во вторую часть. Только лишь не хватает, наверное, еще вот гриб-бум, который у нас есть. И вот кофейное зерно. Я думаю, что скоро и они появятся. Потому что практически, я же говорю, все растения, они перешли в первую часть. Ну, и много чего такого интересного появилось уже и во второй части. Получается, у нас сейчас в уровне такой, как фельгендрот. Мы сейчас это, конечно, все высаживаем, все растения. Конечно, готовимся к обороне, но оборона не образуется. Потому что зомби подходят постоянно к нашим растениям и обстреливают. Они их даже не кушают. Соответственно, будем садить постоянно. Хотя вот уже вроде бы как два ряда высадили, но это еще не окончательные два ряда. Скорее всего, будут потери и будем постоянно высаживать. На нас сейчас надвигается большая волна. Волн тут немного. Это, по-моему, первая. Да. Скорее всего, что первая. Потому что я вижу по флажку, мы добрались до экватора. И вот по этому поводу идет большая волна. Мы сейчас использовали связку грибум и кофейное зерно. Связка сработала отлично, однако образовался кратер. Мы на этом месте ничего садить не можем. Но это не беда. Поле большое, так что можно садить в других местах. Да и грибум не так-то и быстро возобновляется. В отличие от кофейного зерна. Так что тут мы их сильно много садить не сможем. Посадили сейчас галлюциноген и гриб, но он вообще не сработал. Как об стену горох. Съел этот зомботаник. Поел и пошел дальше. Ну и мы потеряли, конечно же, деньги. Самое главное даже не деньги, потому что мы их потеряли. Хотя тоже существенно, как вы видите, у нас с подсолнухами проблемы. Так как вот эти вот зомботаники постоянно обстреливают. И у нас подсолнухов не остается. То есть на одном месте они не задерживаются. Приходится их периодически высаживать. Самое главное, что галлюциногенный гриб занял у нас место. Мы могли бы взять что-то другое. Ну, например, орех. Хотя орех бы и так поместился в нашем длинном списке. Но мы бы взяли что-то другое. Также не очень эффективно наличие у нас звезды. Растение дорогое. Стоит 125 монет. Садить рывной горох я не вижу смысла. Он еще дороже. Мы его рано или поздно потеряем. При нынешних условиях. Однако выходит, что дешевле, чем 3 звезды. Но уже в следующей миссии, если у нас будет такая возможность, будет вновь этот вот зомботаник, мы, конечно же, учтем все ошибки и с полученными знаниями применим ноги в следующем уровне. У нас прорыв образовался на второй линии. При текущих условиях он когда-то должен был возникнуть. Зомби-орех прорывал вторую линию полностью. И у нас срабатывает успешная газонокосилка. За что мы еще получаем монетку золотую. Но хоть какое-то утешение. Такая же ситуация у нас складывается и на третьей линии. Я надеюсь, что там кабачок быстренько возобновится. К счастью, он возобновился и мы локализовали ЧП. Уже очень скоро осталось до финальной волны. Какое-то время необходимо продержаться. Наготове уже гриб бум с кофейным зерном. Самое главное, что они возобновились. Там уже по деньгам мы скопим необходимую сумму. У нас пока на поле небольшие силы, к счастью. Но это перед финальной волной, которая скоро уже наступит. Да, конечно, уровень получился тяжелым. Но опять же, это из-за того, что я не учел. Не знал точнее, что нас ждет. Видел какие-то необычные зомби. Но думаю, ги узнал. Посмотрим. Вот и посмотрели. Так что нам сейчас орех, конечно, бы не помешал. В будущем однозначно я его возьму. Возможно, даже высокий орех. Чтобы его хватало надолго. Кое-как, конечно, мы сейчас отбиваемся. Подручными средствами. У нас получаются основные такие вооружения. Это бомба, картофель и кабачок. Идут к нам постепенно новые силы. Пока что в небольшом количестве. Это так, разведка боя. Мы постоянно высаживаем новое растение. Самое главное, надо высаживать подсолнух. Потому что он им дает деньги. А без денег мы ничего сделать не можем. Насчет звезды я даже не уверен. Все-таки это дорогое удовольствие. У нас из-за звезд постоянно денег не хватает. Ну, а на подсолнухе как-то надо нашкрабывать деньги. Но самое главное, чтобы осталось деньги на грибум. Потому что вот сейчас уже наступает финальная волна. И мы к ней должны быть подготовленными. Мы уже накопили деньги. Зомби пока не видать. Но вот начинает проходить. Постепенно такие вот кучки. Ну и сейчас можно уже высаживать грибум. Готовить почву для обороны. Огромный взрыв убирает абсолютно всех противников. Мы получаем кубок и алмаз. Уровень, конечно, получился непростым. Однако это получилось из-за того, что я не предполагал, что мы столкнемся с такими вот зомби. И они нам доставят столько неприятностей. Ну и, конечно же, не взял орех. В будущем, на фоне полученных знаний, мы учтем все вот эти вот моменты. И, конечно же, возьмем другое растение на уровень подобный. А сейчас мы заходим в лавку к дейву. Покупаем пшикалку, которая, к слову, не дешевая. Стоит тысячу долларов, даже дороже, чем порошок. Но пшикалка нам нужна. Мы без нее никак не обойдемся. Как и без порошка. Это наши такие самые главные помощники в зенгардене. После обработки пшикалкой мы получаем золотые монеты. Улитка бегает со стороны в сторону. подбирают все это дело. Ну и на этом моменте мы будем заканчивать видео. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока.